приветствую сегодня появилось интервью у полномоченного по правам человека в котором дмитрий лубинец как мне кажется сказал очень знаковые вещи что я имею ввиду он там говорил о вопросах мобилизации в украине как о текущем положении вещей так и о законопроекте о мобилизации это тот законопроект 10 378 который подал кабмин а потом отозвали его до тот законопроект который очень серьезно нарушал конституцию причем несколько статей конституции и об этом говорил дмитро лубинец кстати если вы не почитали не посмотрели это интервью ссылочку я оставлю в описании чтобы вы могли так сказать с первоисточником ознакомиться почему на мой взгляд это интервью знаковая почему банальная казалось бы вещь которая нам всем известно мы все прекрасно понимаем да вы писали много раз в комментариях что тцк и сп не имеют полномочий проверять документы тцк и сп не имеет полномочий задерживать человека тем более не имеют полномочий применять к нему силу силой доставлять в помещение тцк и сп удерживать там но это писали бы в комментариях а кто об этом говорил об этом публично говорили юристы блогеры до правозащитники но кто об этом говорил из представителей власти вот давайте сейчас вспомним а кто из представителей власти говорил особенно из представителей власти высшего уровня ведь вы вспомните депутата министра президента никто об этом не говорит потому что этой проблемы не существует в стране потому что каждый раз когда появляется очередное видео что нам говорят это не наши это постановка это нейросеть сгенерировала а здесь человек сам накинулся на военнослужащих он сам пришел к пяти военнослужащим с автоматами и начал их провоцировать ну они же такое даже писали так вот вопрос чем же интересно интервью дмитрия лубенца обращаю ваше внимание дмитрий лубенец это уполномоченный по правам человека верховной рады то есть это человек который на сегодняшний день определенные властные полномочия имеет и он должен защищать права человека да и бороться с любыми нарушениями но как мы с вами понимаем и он в принципе долгое время но скажем так занимал может недостаточно активную позицию защищал наши права не так как нам бы хотелось и вот теперь он выходит и во всеуслышание во время мобилизации в украине во время военного положения выходит и говорит что законопроект который разработал кабмин а обращаю внимание его кабмину заразрабатывал его министерство обороны украины судя по всему разрабатывала то есть это не какой-то ноунейм депутат подал такие нормы и этот кабмин подает законопроект который нарушает конституцию есть много вопросов по правам человека но даже важно не то что там написано в законопроекте более мне показалось важным то что лубенец говорит о текущем о статус к вода и он говорил что есть вопросы к мандату тцк что тцк проверяет документы тцк задерживает людей и когда об этом говорит человек вот такого уровня занимающий такую должность а это серьезная должность государстве это же не там районный какой-то до районного уровня человек это одна должность такая по сути на все государство и когда он уже об этом говорит я вы знаете воспринимаю это с определенным оптимизмом потому что это значит что ну вот там где-то в верхах происходит определенный сдвиг и я не тешу себя мыслью что уже завтра тцк и сп начнет соблюдать наши с вами права и будет работать исключительно в рамках полномочий но уже тот факт что уполномоченный по правам человека публично заявляет по сути о чем о том что дцк и сп действует вне рамках своих полномочий это уже такой символизм символизирует определенный сдвиг и я очень надеюсь что на этом все не остановится я очень надеюсь что дмитрий лубинец задаст некий тренд и этот тренд приведет к тому что проведение мобилизации в украине будет соответствовать на все сто процентов да ну пусть на 99 процентов до сто процентов не может быть такого всегда будут какие-то люди которые будут что-то нарушать но чтобы это не было массовым чтобы это не было повсеместным чтобы мы не сталкивались с постоянным нарушением прав человека и хочется верить что вот лубинец до запустить некие механизмы правовые механизмы и политические наверное механизмы которые приведут к тому что дцк и сп его представители начнут соблюдать действующее законодательство в полной мере и прекратятся у нас такие явления как мобильные блокпосты которые по моему мнению не предусмотрены законодательством мне неизвестно законодательство которым предусмотрены эти мобильные блокпосты проверки документов беспричинные да с вымышленными причинами проверки документов лицами которые просто являются представителями тцк никем не уполномочены на проверку документов есть надежда что в дальнейшем прекратится и выписывание повесток на улице потому что очень часто нам говорят что повестку можно вручить где угодно вот при этом правда забывают что выписать ее нельзя где угодно и никто угодно может выписать повестку потому что как мы с знаем на бланке повестки написано что только один человек может подписывать руководитель руководитель тцк и сп и хочется чтобы мы пришли все-таки к тому что права людей во время военного положения если и ограничивались то только в той части которая является необходимой исходя из скажем так неординарности ситуации до которая которой является военное положение чтобы права человека все-таки там где нет необходимости соблюдались мы прекрасно понимаем что да там в зонах близких к зоной боевых действий да там естественно целесообразной проверки документов но зачем проверять документы у всех повсеместно просто так потому что ты едешь в этой маршрутке и вдруг мы проверяем документы ну мне непонятно особенно когда это происходит за тысячу километров от зоны боевых действий что вы там ищите у кого вы проверяете документы и самое главное на каких основаниях и хочется чтобы знаете не только юристы правозащитники об этом говорили хочется чтобы наконец-то начали говорить люди во власти люди наделенные властью люди наделенные способностью изменить эту ситуацию и вот такое интервью пана лубенца но вселяет надежду что может он задаст некий тренд и этот тренд в итоге изменит ту ситуацию которая у нас сложилась будем за этим наблюдать а вы обязательно почитайте его интервью чтобы ну вот не знаю проникнуться особенно я рекомендую пожелать почитать это интервью тем людям которые любят там в комментариях писать когда говоришь что-то не так вот а цк и сп что мол ах ты же не хороший тыж подрываешь там мобилизацию в стране на кого ты работаешь а вот теперь друзья почитайте лубенца и скажите что он не на тех работает да он что тоже не на тех работает если он говорит что ТЦК не имеет соответствующих мандатов так если он не работает тогда почему вернее работает не на тех так почему его там СБУ и ДБР не задержала до сих пор так что вы считаете что они неправильно работают так а кто такое тогда правильно работает только вы правильную оценку даете или может все-таки и СБУ правильно работает что не задерживает лубенца потому что он дело говорит и может меня и других юристов не нужно обвинять в том что мы там за подрыв мобилизации ведь юристы же не говорят что там мобилизация незаконно военное положение незаконно нет никто этого не говорит юристы говорят что есть процедура мобилизации призыва на воинскую службу во время мобилизации и эту процедуру нужно соблюдать и все и государство должно действовать в соответствии с тем правилам которое закреплено в конституции Украины где написано что госслужащий представитель государства должен где действовать так как это предусмотрено законом все и тогда многие проблемы многие конфликты будут исчерпаны и я думаю что мобилизация тогда будет наоборот наиболее эффективно чем она есть сейчас все наговорил уже и так чувствую много наверное на этом у меня все я вам желаю удачи благополучия и конечно же мира пока пока